Я еще в прошлый раз обещал тебе обратить взор свой на Цхиегумена Сергия. Да, любимец мой, конечно же. Тогда я отделался общими фразами, а сейчас я посмотрел внимательно и увидел, что, оказывается, Сергий, в общем, опять сделал глупость. Он воззвал к офицерам, воззвал к руководителям армии и флота, призвал всех носителей кокард и православное, с его точки зрения, воинство, встать за монастырь, загородить его грудью. Но вот так не надо было, в общем, обнажаться, потому что, как выясняется, Сергий не понимает реальности. Вот он тоже закупорен в своем микромире богомольцев и листецов. Он вообще не понимает, что никого сейчас в России не интересует православие, тем более в том радикальном и чистом виде, который он пытался проповедить. И продвигать это действительно не торт. Меня это огорчает еще больше, чем Гундяева, потому что это же объект моего изучения, и я не хочу его терять. Я все-таки надеялся... Но он капсулировался, будете заковырять периодически своим пинцетикам. Ну пойми, мне же интересно, в общем, ковырять и препарировать события, которые имеют существенные общественные резонансы, которые много говорят о человеке. А сейчас мы, в общем, исследуем некую островковую часть человечества, очень патологическую, очень специфическую. Вот там уже определился круг вокруг Сергия. Круг интересантов, это все абсолютное БУ. Это очень поношенные полковники, которые даже в Чубайса попасть в свое время не могли. Это какие-то поношенные дамочки-артистки. Понятно, что монастырь их силами оборонить не удастся, и теперь этот монастырь легко возьмет просто участковый. Там были, да, там были. Но простите, а он не похож сейчас на неуловимого Джо, которого просто никто уже не ловит? Нет, как только все убедятся в том, что у него нету никакой поддержки, что за него не встанут народные массы. Там были казаки, которые клялись его оборонять до последней капли крови, но приехал какой-то с необыкновенно толстыми пальцами, абсолютно весь одетый в значки и медали. То есть даже на ботинках были какие-то значки ударник коммунистического труда, первооткрыватель роддома номер 28, полностью одетый в значки казак, в огромной папахе. Он всплакнул, но дал команду всем казакам отходить. Они тоже поплакали и ушли, оставив после себя такое количество стеклотары, что из него можно еще один монастырь сложить, но он будет такой, в общем... Сергий неплохой менеджер. Да, да. Он сейчас бродит между оставшимися кликушами, всхлипывает и, в общем, прикидывает убытки от своего прекратившегося уже навсегда, вероятно, бизнеса. Если ты знаешь, теперь все это будет, скажем так, оглашаться и обнародоваться с большими проблемами, потому что церковь решила ввести для церкви, для всех попов, благочинных, иереев, архиереев режим абсолютной секретности. Теперь они не будут... Сливать или рассказывать, разглашать любую церковную информацию, любые епархиальные новости, любые новости богослужебные, потому что, хотя, в общем, их религия обязывает их нести так называемое благовестие и бесконечно проповедовать и себя саму тоже, но, как выяснилось, любая информация о церкви, в общем, ее полностью дискредитирует и говорит любая информация, как об организации глупой, жадной и абсолютно расстленной. Меня вот еще спрашивают... Первое правило бойцовского клуба, никто не должен знать о бойцовском клубе. Да, 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 совершенно верно.